Бухара С самого вечера мужчины начинают готовить плов, чтобы на заре после утреннего намаза угостить им друзей, знакомых и соседей. Так в Бухаре начинается свадьба. Приготовление свадебного плова – целое искусство. В Узбекистане им занимаются только мужчины. Процессом руководит опытный повар. Ему помогает несколько человек. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Олин. Меня зовут Ирина. Очень приятно. А давно вы готовите плов? С 19-го года я учеником был. То есть вы занимаетесь только тем, что готовите свадебный плов? Да, да, да. А чем свадебный плов? От обычного отличается. Когда попробуют, потом узнают. Хорошо. На утренний плов в Бухаре обычно приходит тысяча или даже больше человек. Примерно на такое количество порты и рассчитан этот казан. Плов уже почти готов. Его осталось залить раскаленным маслом, а наверху уже начали собираться гости. Приготовление плова – дело очень ответственное. Особенно при таких объемах. Одного только риса на этот плов пошло 80 килограммов. А еще 30 килограммов мяса, морковки и изюма. Мне трудно понять, как можно в 8 утра с таким удовольствием поедать жирный плов. У узбеков своя логика. Плов – пища тяжелая, поэтому есть его лучше пораньше. Всего в 8 утра, а все уже сытые и довольные. Опереди здесь целый день. С утра на плов приходят только мужчины. То есть плов – это своего рода мальчишник перед свадьбой, на котором жених прощается с холостой жизнью. Вечером многие из утренних гостей придут на свадьбу уже вместе со своими семьями. Я тоже сюда вернусь. А пока прогуляюсь по Бухаре. С древних времен Бухара богатела и процветала благодаря караванам, которые двигались по великому шелковому пути – главной торговой артерии, некогда соединявшей Восток с Западом. На вырученные торговли деньги возводились сияющие голубыми куполами мечети и медресе. Бухаре повезло. Ее старая часть осталась практически нетронутой. Новостройки возводились в стороне. Некоторые уголки старого города выглядят почти так же, как и 500 лет назад. Древний город был построен вокруг огромной цитадели арк. Арк в Средней Азии – это то же, что Кремль – центральная городская крепость. Самые ранние сведения об арке относятся к первому веку нашей эры. Но, скорее всего, цитадель на этом месте была заложена еще на тысячу лет раньше. По преданию, крепость построил юноша Сиявуш, до которого тогдашний владыка Бухары не хотел выдавать свою дочь. Он поставил перед юношей непосильную задачу – построить крепость на ослиной шкуре. Но Сиявуш оказался сообразительным. Он разрезал шкуру на тонкие полоски, соединил их между собой и внутри круга построил крепость арк. Древняя цитадель заключала в себе целый город. В центре располагался дворец Эмира с обширным внутренним двором, где стоял его трон. Отсюда владыки Бухарского ханства правили своими землями. За этими стенами крепость арк оставалась неприступной в течение нескольких сотен лет. Пока 2 сентября 1920 года не пала под ударами Красной Армии. Во время штурма в арке были разрушены 80% зданий. С тех пор бухарцы, мягко говоря, недолюбливают красного командарма Фрунзе, руководившего штурмом города. Старый город очень маленький, его можно обойти пешком. А я решила объехать его на ослике. Хотя найти такой экзотический вид транспорта в Бухаре было непросто. Но, поехали! Ослик очень послушный и интеллигентный, он меня ведет очень аккуратно. Для того, чтобы он поехал, нужно произнести х. Это руль. Переключение скоростей у него где-то внизу. Так. Так, вот так, наверное, быстрее. Что-то не переключается скорости. А для того, чтобы ослик остановился, нужно сказать ищ. О, все, ослик стоит. Поехали дальше. С давних времен главным занятием бухарцев была торговля. И старый город строился в соответствии с нуждами местных и иноземных купцов. Это средневековые торговые ряды. Вот такие ворота здесь есть со всех четырех сторон света, чтобы груженные караваны спокойно входили на территорию рядов. Самая древняя постройка Бухары – мавзолей Исмаила Самани, великого эмира и основателя целой династии саманидов. Построен он тысячу сто лет назад. Это первое в Средней Азии здание из обожженного кирпича. В отличие от большинства своих современников, мавзолей саманидов пережил нашествие Чингисхана, который имел обыкновение сравнивать с землей все города, которые попадались ему на пути. При приближении завоевателя местные жители засыпали мавзолей песком. Получился такой холмик или курган. А потом его разрыли. В сотни метров от мавзолея Исмаила Самани раскинулся рынок. Торговля идет здесь уже несколько столетий. Правда, название досталось рынку от не столь уж далекого прошлого. Между собой бухарцы называют его колхозкой. Надпись над рыночной площадью гласит «Родина, света как мать». Я пришла на рыночные еды, где продают праздничную национальную одежду. Она вся сделана своими руками. Между прочим, вот такое золотое шитье делают только в бухаре. А можно померить халат? А, пожалуйста. Ага. А вы мне помогите. Какой красивый. Так. Ой, по-моему, он не великоват как-то. Такие темно-синие подбитые ватой халаты в Узбекистане носят и по праздникам, и в повседневной жизни. В них и зимой не холодно, и летом не жарко. Национальная одежда. А, я знаю, чапан. Чапан. Ага. Она мужская, а для женщин что-нибудь есть? Для женщин вот. Клад есть. Ой, какое красивое. Куфу! Тяните! Куфу! Так, еще тюбетейка. Тюбетейка называется, да? Да, национальная тюбетейка. Ну что, по-моему, я как настоящий узбечка уже выгляжу. Мне очень нравится. Комплект. Угу. Все, я беру комплект. Хорошо. А сколько стоит? 25 тысяч. За дошлепки? 25? Да. Я возьму за 20. Хорошо, возьму. Так, значит, 20 тысяч сумм, это значит 40 бумажек по 500. Суммы очень мелкие, деньги неудобны, но чувствуешь себя настоящим королем. Такими пачками денег все ходят. Так, сейчас. Сейчас, снова. Два. Три. А я видела, как вы быстро считаете деньги. Можете мне 40 бумажек и считать? 20 тысяч сумм, это примерно 500 рублей. В общем, недорого. В Бухаре, куда не пойдешь, обязательно выйдешь на небольшую площадь, которая на протяжении столетий была центром древнего города. Площадь называется Пойя-Колян, что означает «подножие Великого». Это символ города, минарет Колян. Только пишется он через А, а не через О, как многие могли подумать. Это самое высокое здание в городе. В древности на него ориентировались караваны, которые шли в сторону Бухары. В высоту Колян чуть не дотягивает до 50 метров. Фундамент минарета уходит под землю на целых 10 метров. Это помогло ему выдержать все нередкие здесь землетрясения. В древности с этого минарета сбрасывали неугодных и миру. Последнюю жертву отсюда сбросили в 1884 году. Хорошо, что сейчас эта традиция осталась в прошлом. Минарет построили 900 лет назад. А гораздо позже, в начале 16 века, у подножия минарета была сооружена мечеть Колян. Это одна из самых больших мечетей в Средней Азии. В ее дворе могут одновременно молиться 12 тысяч верующих. В арабских странах меня бы даже на порог мечети не пустили. А в Узбекистане к этому относятся намного спокойнее. Здание в Средней Азии любили украшать замысловатыми узорами. Они создают впечатление, что стены резные и просвечивают на фоне неба. Среднеазиатский орнамент зачастую несет в себе определенный смысл. Это не просто орнамент, это стилизованная арабская вязь. Вот здесь написано Аллах, вот там написано Жив, а это имя пророка Мухаммеда. Бухара – типичный восточный город. Торговля здесь идет повсюду, где только можно. В том числе и у самых стен мечети Колян. Больше всего места тут занимает рынок ковров. Ковер – совершенно незаменимая вещь в среднеазиатском доме. В древности мастера вкладывали особый смысл в цвет, в орнаменты, в расположение рисунка на ковре. Со временем смысл был забыт, и сейчас рисунок воспринимается просто как традиционный. Как и в старину, в наши дни в центре ковра часто помещают фигуру, которая символизирует источник жизни – солнце. Это ваши ковры? Да. А сколько стоят? Денька. Вот этот сколько стоит? Нечебле, дечебле, сами. Сколько хочется так вас бить? Покупателей на рынке ковров немного, продавцов заметно больше. Но это вполне естественно, ведь не каждый же день люди покупают себе ковер. Все эти ковры сделаны на фабрике. Их можно купить и в Москве. Разве что обойдутся, они раза в три дороже. Но есть здесь такие ковры, которые можно купить только в Бухаре. Здравствуйте. Ой, сколько у вас ковров. А можно пройти посмотреть туда? Спасибо. Спасибо. Вот это, шерстяной. А шелковый покажите, пожалуйста. Ох, какой красивый ковер. Шелковые ковры дорогой, удовольствует. Такой стоит около полутора тысяч долларов. И в принципе это неудивительно. Мастерица потратила на изготовление такого ковра около четырех месяцев. Спасибо. В той же лавке, где ковры продают, расположилась и небольшая ковровая мастерская. Ковер делают так. Навязывают на натянутый на станок нити основы разноцветные узелки. Обрезают лишнее. Потом навязанные узелки старательно уплотняют, выравнивают. Узелки должны быть совсем мелкими, так как качество ковра. Знатоки оценивают, подсчитывая их количество на один квадратный сантиметр. Если их сто и больше, ковер хороший, можно брать. Отличить фабричный ковер от домотканного очень просто. Нужно перевернуть его наизнанку. Фабричный ковер практически не имеет рисунка с изнанки. А домотканный повторяет рисунок лицевой стороны. А еще можно посмотреть на бахрому. У домотканного она является частью основы. А у фабричного это просто украшение. Настоящий бухарский ковер прослужит десятки, а то и сотни лет. Он не вытирается, не тускнеет и не рвется. В Бухаре голодным вы не останетесь точно. Можно зайти в одно из бесчисленных заведений, где вам подадут плов, манты, лагман и другие традиционные блюда. А можно перекусить и прямо на улице, на ходу. Вот так прямо на тротуаре вдоль дороги стоят такие печки. Называются тандыры. В них готовят самсу. Здравствуйте. А можно мне одну самсу? Спасибо. Эх, зря вы мне ее завернули. Я ее сейчас пробовать буду. Ну, пожалуй, такого в России вы не найдете. Спасибо. Так исторически сложилось, что в стране практически все владеют тремя языками. Государственным узбекским, таджикским, он в большом ходу в качестве разговорного, и русским. Вывески в Бухаре, как и в других городах Узбекистана, очень часто пишут не на одном, а на нескольких языках. Русский язык широко распространен в Узбекистане со времен Советского Союза. Вот еще одно наследие советских времен с автоматизированной водой. Говорят, что они еще работают только летом, когда жарко. Советская власть принесла в Узбекистан не только сильную до сих пор дружбу народов, но и гонению на ислам, которые прекратились с распадом СССР. Ислам утвердился на земле Бухарского оазиса в начале VIII века. А 200 лет спустя здесь распространилось мистическое направление ислама – суфизм. Бухарас считается одним из священных городов суфизма. Город помнят многих великих суфиев. Один из самых почитаемых – Бахаудин Нагжбанд. Мавзолей суфийского святого Бахаудина Нагжбанда считается среднеазиатской Меккой. Сюда, как и в Мекку, приезжают верующие из разных мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и отвращения грехов. Считается, что из святого места до Аллаха молитвы доходят лучше всего. Суфийских праведников очень почитают. Считается, что при жизни они путем медитации и аскезы нашли путь к Аллаху и после смерти особо приближены к нему. На Востоке верят, что могилы праведников суфиев и другие связанные со святыми места и реликвии наделены сверхъестественной силой. Мусульмане считают, что это дерево обладает чудодейственными свойствами, потому что оно выросло из посоха Бахаудина Нагжбанде. Его нужно обойти три раза кругом и подлезть под него, и загадать желание. Или положить немножко денег, тогда желание обязательно сбудется. В Бухаре традиции суфизма хранятся и поддерживаются. Для владения зикром существует целая система упражнений. Например, ученики повторяют за муфтием хадисы, изречения о деяниях пророка Мухаммеда. И при этом особенным образом дышат. Добившись, чтобы такое дыхание стало автоматическим и привычным, ученик каждым своим вздохом будет возносить хвалу Создателю. Зикр бывает внешним, то есть высказанным вслух, и внутренним, то есть произнесенным в сердце. В идеале внутренний зикр нужно творить постоянно. Религиозная школа «Мир Араб» была единственным действующим медресе в Бухаре в советское время. Сейчас их уже несколько. Мусульманские традиции постепенно возрождаются. Но ислам здесь еще не имеет прежнего значения. И узбекская свадьба выглядит совершенно светским мероприятием. Сегодня свадьбу празднуют сразу две пары. Счастливые родители в один день женят сына и выдают замуж дочь. Делается это во многом ради экономии. Ведь свадьба на тысячу-полторы гостей – дело разорительное. Для молодых приготовлено место в центре зала. Там они, из почтения к гостям ни разу не присев, будут стоять несколько часов до самого окончания праздника. Узбекский ЗАГС расписывает молодых прямо в праздничном зале. Его представитель приезжает на место с необходимыми документами и кольцами. На свадьбе ведущий Тамада – главное действующее лицо. Он блещет красноречием на протяжении всего праздника. Перед тем, как передать микрофон мне, он сказал много красивых слов о дружбе русского и узбекского народов. Здравствуйте! Спасибо за теплый прием. Я хочу обратиться к молодым. Вам действительно очень повезло. Для того, чтобы в этом убедиться, просто посмотрите друг на друга. И еще, сейчас в этом зале очень много гостей, которые пришли на ваш праздник. Это друзья, родные, близкие, все, кто вас очень любит. Но еще вместе с нами на этой свадьбе несколько миллионов телезрителей программы «Вокруг света». И они вместе со мной желают вам счастья, здоровья и большой удачи. Спасибо. Удачи вам. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.